Всем привет, с вами Тома и сегодня вместо пони новостей будет обзор новой журнальной фигурки, а новости будут уже за две недели и в следующие выходные соответственно. Итак, у нас вышла новая журнальная фигурка, это Sunset Shimmer, 11 выпуск за текущий год. Я, как обычно, покупала журнал у нас в Магните, но там они подорожали и теперь это аж 299 рублей. Так стоил и календарь, который мы с вами смотрели не так давно и так теперь будут, очевидно, там стоить и обычные версии журнала. Стоимость журнала в газетных киосках я сейчас не знаю, давно там не брала их, но надо уже посмотреть, это что-то как-то подорожало, подорожало. Вот, и в Ашанах тоже стоимость не знаю, потому что у нас Ашанах просто нет. Смотрите, у Sunset новая упаковка, это упаковка как у Pony Life у новых игрушек, с бутылочкой, с колбочкой, с волшебным зельем и все такое. В общем, ребрендинг добрался и сюда, но на удивление, поняшка в своем нормальном G4 стиле и фигурка тоже в своем нормальном размере. А упаковочка уже новенькая, такая как у игрушечек в текущей линейке игрушек, которые, кстати, мы сейчас смотрим-то на канале, вы там это смотрите, видео? От вас зависит, будут они выходить дальше или нет. Ладно, давайте откроем нашу фигурку. Та-дам! Sunset Shimmer! Ей! Я уже, честно говоря, не думала, что они будут выпускать каких-то принципиально новых персонажей, потому что последние релизы в основном были либо переделки, а-ля мы добавили аксессуары к старой пони, либо новые позы главной шестерки. А тут вот внезапно Sunset Shimmer, прям подарок на Новый год. Слушайте, очень классно, хотя это еще ноябрьский журнал, а не декабрьский. Фигурку я однозначно могу уже сразу порекомендовать, давайте я вам ее заодно сейчас сравню с ее другими подружками, подружками. Они все примерно похожи, вот этот вот новый молд с острым носиком, вот он был и у Трикси, и у Старлайт, они все примерно такие вот остроносые, если можно так сказать. И, кстати, очень классно Sunset вписывается в эту компашку, прям очень классно. Я супер довольна, что она вышла, ее прям очень сильно не хватало. Я бы, конечно, была рада и любым другим новым персонажам, но Sunset прям супер-супер, вообще классная. Она сама светло-оранжевого цвета, грива у нее красная с желтыми полосочками, грива ее каноничная, с вот этими всеми вот огненными всполохами, боль крафтеров. Кстати, вот здесь вот всполох не докрасили, смотрите, рельеф есть, а хвост не докрасили. Если вы в Sunset брали, можете написать, тут у вас тоже так, как у меня, ну, наверное, у всех так будет не прокрашено. Ну, вообще подразумевается, что здесь продолжение желтенького, вот этот вот, видите, даже есть как бы выемка под это дело, но не докрасили, кто-то забыл, ай-яй-яй. И, кстати, если у вас будет выбор в магазине, смотрите на покраску полосок, потому что, допустим, я выбирала из двух внезапных журналов, и во втором была покраска с помарками, вот здесь какая-то была растушевка некрасивая. Короче, если есть возможность выбрать, можно выбрать, чтобы покрасочка была более ровная. Со второй стороны тоже у нас желтые полосочки. То чувство, когда, вот я сейчас вам вставлю фигурку Sunset Shimmer, которая должна выйти в новых игрушках в январе, об этом я вам подробнее расскажу в следующем выпуске новостей, пока просто вот вам фотка, сравните ту Sunset Shimmer и эту Sunset Shimmer, как бы. Вот так вот, да. То чувство, когда фигурки по лицензии лучше, чем оригинальные выпускаемые, хотя от тех фигурок надо подождать еще конечных промок, пока не очень понятно, как на самом деле там все будет. Но эти фигурки реально выйдут в начале следующего года на западе. Вот, глазки у нее изумрудные ее, печать аккуратненько. Второй глазик, несмотря на то, что его закрывает челка, хорошо прокрашен. Он, отлично, метка с двух сторон, в общем, надо брать, надо брать. Я не знаю, почему вы вообще еще тут сидите, а не бежите в магазин и за свои Sunset. Да, да, срочно, срочно всем, всем по Sunset. В общем, очень классная. Вот, и по сравнению с покраской от Большой Пони, от Большой Пони, с Большой Пони, короче. Это, которая с масками коллекции, там не помню, как оно было. Какая няша? Ну, примерно такая же. Та была чуть более рыжая, это чуть более желтовато идет. В общем, однозначно надо брать Sunset, одобряю всячески. Давайте посмотрим немножко сам журнал. На обложке у нас Дэши и Твайлайт, Дружба это чудо, волшебные советы искорки. Смастери настольную игру. Что-то мне кажется, как-то шея у Твайлайт великовата, точнее длинновата. Ну да ладно. На форзацию у нас, как обычно, реклама подписки на журнал. Кстати, по подписке, по идее, гораздо дешевле, чем в рознице. Смотрите, 165 рублей, а в рознице он мне обошелся практически в 300 сейчас. Ага. Он, правда, приходит чуть-чуть позже обычно, но как бы цена решает. Вот. Ладно, смотрите, здесь у нас пинки с кексом. Она его хочет съесть. В период у меня, как у правительницы Кэстерии, немало обязанностей улаживать разного рода споры, принимать послов из других королевств и многое другое. Список неотложных дел помогает мне не забыть что-то важное. Расслабиться и отдохнуть мне порой не удается, но для того, чтобы почитать, я нахожу время всегда. В этом журнале тебя ждут загадки, раскраски и история хорошего тебе настроения, твоя искорка. Волшебство, искорки, загадки. Бедная твайл, представляете, как ей рулить? Это самое, всем королевством одной кинули ее сестры, вообще ужас какой. Странный порядок. О, внезапно разворотик с дискордом. Не часто он бывает в журнале прям на целый разворот. Прикольно. Для дискорда фанов пойдет. Смотрите, прям тут какие-то очень мудреные загадки. Я даже боюсь их начинать решать. И здесь у нас дискорд располовинчатый. Море веселья. Как важно быть честным. Ага, это у нас комикс. Тут у нас, короче, ракушечки со Сильверстрим. И комикс. Комикс по... Оригинальный. С векторочками. С беднягой Твайлайт. Как она решала проблемы, разруливала. Искорка прибыла как раз вовремя. Что у них тут школа? Энергия солнца. На книжке написано. Прикольно. Смотрите, тут и Старлайт, и Санберст. Вот этот поворот. Я даже представить не могу, как ты все успеваешь. Мы обязательно обсудим книгу, когда ты ее прочтешь. Никогда она не прочтет. И королевством рулить надо. С радостью притворяться куда сложнее, чем честно признать, что чего ты не знаешь. Понятно. Ладно, мы потом прочитаем. Сладкие гонки. Окей. Чьи крылья? Вот этот поворот. Ничего себе. Чьи крылья? А это крылья еще птичек? Ну, пегасии, бабочки. А это что за это? Крылья в точечку. Горошек. Это бэт-крыльушки или что? Прикольно. Солнечный день. Селестия. Загадки. Уш-ш-ш-ш. Головолок прям очень много. Прям очень мозговитый журнал, как искорка. Играем в домино. Ну, то есть не просто начинать что-то раскрасить, а прям вот что-то думать. Надо прям сложно-сложно. Ух ты, прикольно. Можно вырезать свое домино. Но при этом надо, наверное, на какой-нибудь картончик наклеить. Можно играть. Рыба. Я даже не знаю, что это значит на самом деле. Ну, точнее, когда-то я, возможно, и играла в домино, но это было настолько давно. А, кстати, сейчас вообще выпускают детские домино такого плана. Вот у нас там в детстве были такие шарочки большие. Там типа грибочек-грибочек, там бабочка-бабочка. Прикольно. А то тут кьюти-марка-кьюти-марка. Ладно. И эти отличия и фотографии детей. Вот, прикольный выпуск. Сзади у нас постер с такой разной пинки-пай в стиле поп-арт. Кстати, прикольный, на самом деле. Такой очень моднявый постер. И в конце еще раз покажу вам фигурочку. Однозначно стоит брать. Искать можно сейчас в магазинах в течение этого месяца. И я думаю, что, ну, сансы тоже точно должны разобрать. Так что особо не затягивайте. Надеюсь, видео было вам интересно. Новости расскажу уже на следующей неделе. Не забудьте посмотреть другой обзор, который выходил на этой неделе на канале на Кейденс куколку и пони. Надеюсь, этот ролик был вам интересен. С вами была Тома. Пока!